Я думаю, у нас есть веские основания утверждать, что когда Путин говорит о ядерном сдерживании России и условиях, при которых это сдерживание может быть использовано в оперативных целях, он ничего не выдумывает. Всем привет. Судья Эндрю Наполитано здесь для того, чтобы судить о свободе. Мой дорогой друг Скотт Риттер присоединяется к нам прямо сейчас. Скотт, рад тебя видеть, мой друг. Большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Отправляет ли Путин наступательное вооружение на Кубу кораблями и подводными лодками? На данный момент в Кубинском порту находится, по-моему, российский ракетный фрегат и российская ракетная подводная лодка. Россия отправляет корабли, которые обладают дальним высокоточным ударным потенциалом, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые невозможно сбить, и которые курсируют у берегов Соединенных Штатов. Ты же знаешь, что Боб Дилан написал песню «Роулинг Стоун», и одна из главных строк в ней звучит так. Как ты себя чувствуешь? И я думаю, что это должна быть заглавная песня российского военно-морского тура. Как ты себя чувствуешь, Америка? Как ты себя чувствуешь, когда корабли курсируют у твоего берега и могут уничтожить твое правительство так быстро, и ты ничего не можешь с этим поделать? Потому что именно так ты поступаешь с нами, когда отправляешь свои корабли в Черное море и курсируешь по Черному морю. Ты угрожаешь нам точно так же. Вот как ты себя чувствуешь, когда отправляешь свои корабли в Балтийское море и угрожаешь Санкт-Петербургу. Вот как ты себя чувствуешь, когда твои эсминцы совершают круиз по Северным проливам, угрожая нашим ракетным шахтам своими ракетами «Тамагавк». Вот как ты себя чувствуешь. И это не очень приятное чувство. Русские, по сути, кладут на стол маркер, говорящий о том, что игра окончена. Это уже не улица с односторонним движением. Россия, в дополнение к этим двум кораблям, как я полагаю, размещает пару стратегических бомбардировщиков с реактивными двигателями. И я держу пари, что где-то во время своего турне по Карибам они совершат удар по Вашингтону округ Колумбия. Как ты себя чувствуешь? Не очень хорошо, не так ли? Америке нужно проснуться и понять, что это уже не улица с односторонним движением. То, что мы делаем, будет сделано и нам, и у русских есть возможность сделать это с такой же смертоносностью или даже больше, чем мы можем сделать с русскими. Рискует ли Джо Байден развязать ядерную войну на Украине? Политика Соединенных Штатов такова, что можно создать условия, не прибегая к какому-либо напряжению воображения, которые будут способствовать ядерной войне. И этого следует избегать любой ценой. Но в администрации Байдена, похоже, есть ощущение, что потенциал ядерного конфликта преуменьшается, исходя из предположения, что у России нет возможности вести какую-либо значимую ядерную войну, и во-вторых, что Россия блефует. А предупреждения, которые поступают из России, это просто блеф, который следует игнорировать. Давайте поговорим о потенциале, а потом поговорим о воле. Не правда ли, что потенциал России больше, чем у нас? Мы говорим о ядерном оружии. Да, Россия самая мощная ядерная держава в мире на планете. У них есть оружие, оно более многочисленное, но что более важно, оно более мощное. Оно более современное. Россия модернизировала свой ядерный арсенал. У него есть передовые технологии, гиперзвуковые маневрирующие боеголовки, гигантские системы доставки, которые могут доставлять не только несколько боеголовок, но и ложные цели, которые делают боеголовки еще более смертоносными, потому что они могут преодолеть любую противоракетную оборону, которую Соединенные Штаты могли бы создать. У русских также есть классы ракет, которых нет у нас, мобильные ракеты, которые развернуты на огромных просторах Сибири, так что да, у русских есть гораздо более современные, гораздо более смертоносные, гораздо более боеспособные силы ядерного сдерживания, чем у Соединенных Штатов. А как насчет готовности русских использовать их? Как насчет русских мы не блефуем, ребята? Что же хорошая новость заключается в том, что мы, надеюсь, никогда не узнаем, блефуют ли русские? Потому что как только мы сможем ответить на этот вопрос, все будет кончено. О, черт возьми, русские не блефовали. Бум. Уже слишком поздно. Блефуют ли русские? Это означает, что мы не разоблачили их блеф в достаточной степени, чтобы русские продемонстрировали свою волю. Но я думаю, что если мы посмотрим на действия России, то увидим, что она придерживается курса на проведение специальной военной операции на Украине. Не было никаких серьезных отклонений в конечных результатах. Они внесли тактические и оперативные коррективы в этот план, продиктованные, как вы знаете, возникающими реалиями. Такими как поставка сотен миллиардов долларов военной техники и финансовой помощи Украине, что позволило им продолжать и поддерживать эту борьбу. Но Россия осталась при своем мнении. И я думаю, что это является доказательством того, что когда Россия говорит, что собирается что-то сделать, она это сделает. У Путина в послужном списке нет случаев, когда он выступал не в свою очередь, говорил что-то, кроме того, что был вынужден отступить и сказать то, что президент хотел сказать. Это X, Y и Z. И поэтому, когда вы смотрите на этот трек, учитывая согласованность заявленной политики с политикой, проводимой на практике, я думаю, у нас есть веские основания утверждать, что когда Путин говорит о ядерном сдерживании России и условиях, при которых это сдерживание может быть использовано в оперативных целях, он ничего не выдумывает. Для русских слова очень важны. Я понял это давным-давно, когда работал с российскими дипломатами в Организации Объединенных Наций. Они часто отчитывали меня и других и говорили, вы должны быть очень осторожны со словами, которые вы используете, потому что слова имеют значение. Вы не можете просто прийти и сказать что-то, потому что люди слушают то, что вы говорите, и ожидают, что что-то произойдет. Путин как лидер, российский лидер, очень осторожен в своих словах. Его слова проверяются им самим и его сотрудниками, чтобы убедиться, что политика, о которой он говорит, соответствует тому, как он ее описывает. Так что я не думаю, что Россия блефует. Я думаю, что Россия была очень прямолинейна в отношении того, что она может сделать, и условий, при которых она была бы обязана это сделать. Вот его последнее заявление о ядерном оружии. Применение ядерного оружия возможно в случае возникновения исключительной угрозы с суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Я не думаю, что сейчас это именно тот случай. Разве Джо Байден не разрешил украинцам использовать американское оружие для посягательства на территориальную целостность и, следовательно, суверенитет российской нации? Это абсолютно точно. И это очень опасная ситуация. Но что здесь важно, судья, так это то, что Владимир Путин сказал это после того, как американская политика была не только объявлена, но и реализована. Это просто показывает зрелость российского руководства в целом. Очевидно, что можно было бы привести доводы, и действительно, есть много российских политических обозревателей и комментаторов внутри России, которые доказывают, что Соединенные Штаты уже перешли красную черту. У России уже есть веские основания для применения ядерного оружия в соответствии со своей доктриной. Но то, что Путин здесь сделал, это смягчил ситуацию, усилил давление, успокоил ситуацию и сказал, нет, мы с этим еще не сталкивались. Это выдающееся лидерство. Это и есть управление эскалацией. Каждый американец должен поблагодарить Владимира Путина за его зрелость, потому что в противном случае завтра нас здесь может не оказаться. Так что знаешь, проблема в том, что в Вашингтоне могут сказать, вот видишь, мы же говорили тебе, что он блефует. Он блефует. Он просто блефует. Он просто хвастается. Он не собирается этого делать. Мы не хотим выходить за рамки дозволенного, и я надеюсь, что в Вашингтоне найдутся люди, которые скажут, эй, этот парень просто выиграл нам немного времени, чтобы скорректировать курс нашей политики, чтобы мы могли не доводить из себя до потенциального ядерного конфликта. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Французский президент, несмотря на все его недостатки, пригласил Владимира Путина на празднование Дня Дэ. А в Белом доме говорят, что если приедет Влад, Джонни приедет. И, конечно же, мы все знаем. Мы все знаем, кто там был. Как долго, по-вашему, это может продолжаться, прежде чем это либо перерастет в Третью мировую войну, либо Украина рухнет? Хорошая новость заключается в том, что Россия не хочет Третьей мировой войны. Это очень хорошая новость. И мы увидели это в заключительном заявлении Владимира Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума. Он начал с обсуждения российской экономики и роста. Я не знаю, смотрели ли люди, но Всемирный банк, я думаю, только что опубликовал новые оценки экономического роста России. И, по сути, они признают, что ошиблись в своих цифрах, что экономика России в буквальном смысле будет расти в два раза быстрее, чем предсказывали МВФ и Всемирный банк. В отличие от экономики Европы, которая сокращается, российская экономика преуспевает. Он говорил о трансформации мира от американской гегемонии к многополярному миру. Это в центре его внимания. Он смотрит далеко вперед. Это не видение человека, который ищет ядерного конфликта. И затем, конечно же, он закончил своими заявлениями, и вы сыграли в этом большую роль, сказав, что мы не думаем, что сегодня существуют такие условия. Он пытается преуменьшить значение ядерного оружия. До тех пор, пока у России есть лидер такого уровня, я считаю, что мы можем избежать ядерного конфликта. Но это не гарантированный результат, потому что, если мы надавим на него достаточно сильно, это тот же самый лидер, который смотрел в камеру и сказал, что все приказы отданы. Все документы подписаны. Не будет никаких предупреждений или телефонных звонков, если вы переступите последнюю черту. Мы сделаем то, что должны сделать. И он сказал, да, у нас есть ядерное оружие. Да, у нас есть ядерная доктрина. Да, есть условия, при которых ядерное оружие может быть применено. Так что миру придет конец. Но я думаю, что Путин мыслит стратегически в долгосрочной перспективе. Он не потратил 25 лет на восстановление России только для того, чтобы уничтожить ее в ядерной войне. Так что я рад, что он является лидером России. Вы знаете, он только что выиграл выборы, которые позволят ему оставаться у власти в течение шести лет. Джо Байден баллотируется на выборах в ноябре, на которых он может и не победить. Европа только что прошла через выборы, которые показали, что традиционные опоры власти, которые поддерживали конфликт с Украиной, больше не имеют такой поддержки. Поддержка самого Эммануэля Макрона сократилась примерно до 14%. Я думаю, именно столько он и получил. Ему придется объявить досрочные выборы во французский парламент, что может привести к приходу к власти правого правительства, которое выступает против войны с Россией. Так что мы видим, как Европа излечивает себя, исцеляет себя прямо сейчас. Россия умна. Им просто нужно выиграть время и позволить проблеме этих поджигателей войны решиться самой. Я уже много раз говорил об этом в вашей программе. И я скажу это снова. Все планы, которые намечает НАТО по расширению своих сил и наращиванию потенциала для борьбы с Россией, существуют только в головах людей или на бумаге, но там нет ничего реального. Они не могут себе этого позволить. И одна из причин, по которой они не могут себе этого позволить, заключается в очень плохой экономической ситуации в Европе, которая проявилась политически сейчас в требованиях перемен. Так что я действительно думаю, что мы увидим перемены, которые просачиваются вверх по всей Европе, меняя стратегический фокус противостояния с Россией на то, как нам мирно жить с Россией. И когда это произойдет, Соединенным Штатам тоже придется внести коррективы. Продолжение следует...